Он, сам себя сравнивший с конским глазом, косится, смотрит, видит, узнает, и вот уже расплавленным алмазом сияют лужи, изнывает лед. В лиловой мгле покоятся задворки, платформы, бревна, листья, облака, свист паровоза, хруст арбузной корки, в душистой лайке робкая рука. Звенит, гремит, скрижещет, бьет прибоем, и вдруг притихнет. Это значит, он пугливо пробирается по хвоям, чтоб не спугнуть пространство чуткий сон. И это значит, он считает зерна в пустых колосьях. Это значит, он к плите дарьяльской, проклятой, черной, опять пришел с каких-то похорон. И снова жжет московская истома, звенит вдали смертельный бубенец, кто потерялся в двух шагах от дома, где снег по пояс и всему конец. За то, что дым сравнил с лакаоном, кладбищенский воспел чертополох, за то, что мир наполнил новым звоном в пространстве новом отраженных стров, он наделен каким-то вечным детством, то щедростью и зоркостью светил, и вся земля была его наследством, а он ее со всеми разделил.